На сайте StreamDSGN есть готовые решения для стримеров, здесь можно быстро разобраться с дизайном вашего канала. Ссылка будет под этим видео. Всем привет, в этом видео мы с вами оформим Twitch канал, оформим баннеры, кнопки, значки для подписчиков, смайлики и баллы канала. Оформим OBS, добавим сцены starting, ending и пауза и добавим переход на стрим. Выведем статистику со стрима и добавим оповещение о донате. Если тебе нравятся различные оформления, это видео как раз для тебя, так что присаживайся поудобнее. Желаю приятного и продуктивного просмотра. Нажимаем на аватарку справа вверху и в выпадающем списке переходим в настройки. Здесь мы уже можем обновить аватарку. Нажимаем на кнопку обновить и загружаем нужное нам изображение. Я буду брать из готового пака. После того как обновили аватарку, нажимаем на обновить баннер профиля. Также выбираем нужное нам изображение. И после того как оно загрузилось, нам уже надо поставить оффлайн баннер. Чтобы его найти, надо перейти на вкладку канал и видеоматериалы, затем на бренд. Проскролить немного ниже и здесь мы уже можем обновить сам оффлайн баннер. После того как мы его поставили, нам уже надо поставить кнопки. Чтобы поставить кнопки, нам надо нажать на тумблер редактировать панели. И также выбрать нужное нам изображение. Но если не влезает полностью картинка, то область необходимо растянуть. Иначе будет не полностью отображаться вся картинка. Вот и все. Придумываем различные описания. Таким же способом добавляем остальные кнопки. Добавляем все необходимые ссылки, чтобы наши кнопки были кликабельными. У меня получилось таким образом. Давайте теперь добавим сцены для ОБС. Сцены будут у нас стартинг, эндинг и пауза. Чтобы добавить новую сцену, просто кликаем по сценам правой кнопки мыши. Нажимаем добавить и добавляем новую сцену. Даем ей название. В этом нет ничего сложного и каждый с этим справится. Теперь на каждую сцену добавляем видео. Допустим на стартинг у нас будет стартинг. На паузу пауза. И на эндинг эндинг. Когда добавили видео, нажимаем правой кнопкой мыши свойства. И нажимаем галочку на повторе. Чтобы видео у нас зациклилось и не исчезало. Теперь давайте добавим переход на стрим, чтобы добавить переход. Мы можем использовать стандартный. Это у нас затухание и обрезка. Но также можем использовать стингер. Нажимаем на плюсик и добавляем. Я также буду добавлять переход из готового пака. Точка перехода 800 мс. Именно на этом переходе. Они могут между собой отличаться. Давайте посмотрим как выглядит. А выглядит вполне хорошо. Теперь давайте добавим сцену с чатом. Создадим новую сцену. Будем на нее добавлять чат и статистику. Делаем точно так же как с любым видео файлом. Находим нужный нам файл. Переходим в VBS. Перетягиваем его в VBS. И после того как перетянули. Не забываем нажать правой кнопкой мыши свойства. И нажать на галочку повторе. То есть зациклить видео. После этого переходим на сайт Donation Alerts. И нас интересует вкладка Multichat. Здесь мы можем скопировать URL виджета. Вот он находится здесь. Копируем его. Переходим в VBS. Нажимаем правой кнопкой мыши. Добавить браузер. Напишем что это чат. И в URL виджета вставляем ссылку. Чат мы уже добавили. Только осталось что-то в него написать. Чтобы увидеть сообщение. Переходим на Twitch. Спамим любые сообщения. И посмотрим как они будут отображаться в чате. Отлично. Все работает. Только через свойства можем поменять еще ширину и высоту чата. Чтобы он подходил ровно под дизайн. Если будете использовать клавишу Shift, это не получится. А через свойства можно хорошо подогнать. Вот и все. Чатик мы подогнали под окошко. И все у нас хорошо работает. После этого можем добавить какую-то игру на стрим. Только ее надо будет добавлять уже на задний план. Способ захвата меняем на Windows 10. На автоматическом способе не всегда захватывает. Кидаем саму игру на слой ниже. И делаем ее по размерам поменьше. Чтобы она влезала у нас полностью в это окошко. Это делаем уже вручную. Это делается довольно просто. И у каждого тоже получится. Вот так уже выглядит. Давайте добавим статистику на стрим. Для этого нам нужна будет какая-нибудь плашечка. Возьмем плашечку без надписей. Она у нас анимированная. Так что по ней также кликаем правой кнопкой мыши свойства. И ставим на повтор. И поставим в удобное для нас какое-нибудь место. Я например поставлю ее куда-то сюда. После того как выставили. Переходим на сайт Donation Alerts. И тут нас уже интересует вкладка внутристримовая статистика. Здесь мы уже можем сделать какую-то стату. Вывести ее. Либо самый последний подписчик. Либо последний донат. Либо самый больший донат. Здесь уже можете посмотреть. Выберет для себя лучший вариант. Я буду выбирать последние подписчики. Давайте проскроллим немного ниже. Тип я буду выбирать. Бегущая строка. Количество это можете выставить на свой вкус. Нажимаем сохранить. И перейдем еще на другую вкладку. Основные. Там нужно дать название для нашего виджета. Любое. Нажимаем сохранить. У нас сгенерился виджет. И есть ссылка. Копируем ссылку от него. Переходим в EPS. Нажимаем правой кнопкой мыши. Добавить браузер. Даем в EPS название. Что это у нас последний подписчик. Вставляем в URL ссылку, которую мы скопировали. Нажимаем ОК. И мы видим, что у нас уже виджет работает. Пошли подписчики. Так как нам надо. Только нужно разместить более удобно. Вот так вот у меня получилось. В принципе неплохо. В этом паке есть еще другие сцены. Которые предварительно уже заготовлены с плашками и с веб-камерой. А также можно собрать ее самому. По отдельности. Также есть таймер. Чтобы его добавить. Просто перетягиваем в EPS. И просто оставляем в нужном для нас месте. Если его не зациклить, он пропадет. Это то, что нам надо. Давайте добавим уведомления на стрим. Для этого переходим на сайт Donation Alerts. И здесь нас интересует группа 1. Копируем ссылку. Переходим в EPS. И вставляем браузер. Подпишем, что это у нас будет донат. Вставляем ссылку с группы 1, которую мы скопировали. И нажимаем ОК. В принципе все. Донат у нас уже будет работать, если кто-то нам будет отправлять. Давайте проверим. Сделаем тестовое оповещение. Перейдем в EPS. И мы видим, что да, все работает. Сейчас добавим анимацию из пака. Переходим в Настройки. После этого переходим на вкладку Изображение. И нажимаем вот на эту штучку. Нажимаем Загрузить изображение. Выбираем донат. И ждем. После того, как загрузится, нажимаем Применить. Ну и в принципе все. Можно уже выходить отсюда. Только еще перейдем на вкладку Вид. И поменяем изображение. На изображение на заднем фоне. А текст на переднем. Так будет точно более корректно отображаться. Именно эта анимация из этого пака. Сделаем тестовое оповещение и проверим. Да, отображается отлично. И по тематике очень даже хорошо. Пришло время добавить баллы канала на наш твич канал. Для этого переходим в панель управления автора. И здесь слева в выпадающих списках мы можем найти вкладку Награды для зрителей. В ней уже будет сама вкладка Баллы канала. Это усиление и баллы канала сейчас называется. Нажимаем на настройку отображения баллов. И здесь уже можем поменять картинку. Три размера. 112 на 112. 56 на 56. И 28 на 28 пикселей. Давайте посмотрим, как выглядят баллы. А выглядят они отлично. И сейчас давайте добавим значки для подписчиков. Чтобы добавить значки для подписчиков, переходим в раздел Монетизация. А после монетизации подписки. И там мы уже можем добавить значки для подписчиков. Здесь нам уже необходимы размеры 72 на 72, 36 на 36 и 18 на 18 пикселей. Давайте добавим и посмотрим. Итак, значки для подписчиков мы добавили. Теперь можем добавить смайлики. Чтобы добавить смайлики, переходим в Награды для зрителей. А потом смайлики. Здесь нам уже необходим размер 112 на 112 пикселей. Все необходимое есть в этом паке. Пак находится на сайте streamdsgn.ru. Добавим 5 смайликов, а потом ими поспамим. Посмотрим, как они будут выглядеть. Не забываем дать название для каждого смайлика, иначе он не добавится. После того, как дали название, нажимаем загрузить и ждем. У меня смайлики уже добавились. Давайте ими поспамим и посмотрим, как все будет выглядеть. И уже значок подписчика подтянулся. И баллы канала тоже. Выглядит вполне хорошо. Чтобы добавить рамку для веб-камеры, достаточно ее просто перетянуть в ВБС. В этом нет ничего сложного. Левой кнопкой мыши перетягиваем и отпускаем. Дальше правой кнопкой мыши свойства и на повтор. Это если она анимирована. Если тебе было интересно это видео, обязательно ставь лайк и подписывайся на канал. Дальше будет много всего полезного. Спасибо за просмотр. До свидания. До свидания.